Сегодня в сборке Stinger Aragon Огромные-огромные колеса 29-е Очень тяжелый Люди покатались, поняли, что он не едет Опять приехали в мастерскую Наклеечку еще не успели отлепить Вынос стоит вверх ногами Тросики и рубашки вот так заведены Качество сборки одного известного очень магазинчика Колеса не протянуты, сейчас будем по порядку Протягивать колеса и все настраивать Продолжаем Stinger При попытке законтрить Срывает резьбу Настолько мягкий металл, что все срывается Выходим из положения обычным колхозным способом Сначала контрим широкой гайкой Чтобы точно резьбу не сорвал больше нигде Набираем шайбочкой И контрим уже обычной гаечкой Кривейшая вилка Которая просто не по размеру Сверху она широкая Снизу она узкая Когда она начинает сжимать, ее прям сжимают очень плотно Потому что нога стоит на сантиметр дальше, чем крепление 180-й ротор вообще непонятно Зачем на 29-х колесах 180-й ротор при этом сделан из фольги Поставили бы 110-й, он бы работал лучше Долго-долго я его гнул, долго правил Вообще пипец, короче Все очень криво Очень тяжелый велик Руль весит, наверное, килограмма 3 Просто руль весит тяжелее, чем нормальный велосипед в сборе Вот, сейчас буду задний настраивать И потом про переклюки расскажу Так, вот это у нас называется идеально ровный петух То есть, вот это вот расстояние Да, даже не соответствует этому То есть, мне надо сгибать сантиметров на 5, чтобы поправить Немножко пришлось повозиться с переключением Все настроилось, все работает более-менее адекватно Итак, по недостаткам Очень тяжелый Железная рама, железный руль тяжеленный Очень большой передний ротор, кривой Очень сильно кривой Задний ротор тоже сильно кривой И мягкий металл Очень кривые звезды Все отвратительное качество звезд гуляют прямо восьмеркой То есть, прям вообще видно, да? Скребет, не скребет Скребет, не скребет То есть, качество, конечно, отвратительное Сейчас под настрой, чтобы не скребло Но это все равно плохо То есть, сами переключатели шаманские работают Звездочки шаманские работают Но вот передняя звезда от Stinger отразительная Передняя ось более-менее нормально протянулась Заднюю ось выделили, как протянулась очень плохо То есть, велосипед дешевый Дешевый, не стоит от него ожидать ничего хорошего В дальнейшем при эксплуатации